День похорон После того, как Тори вошла в комнату Я всегда буду любить тебя Но... Я не понимаю Сломать барьер Это лучший способ почтить память о наших детях Крорордис всю свою жизнь охотилась за людьми Как и ее сын И они поймали пять человек Пять маленьких детей К нам падают одни дети Вот почему твой покойный отец сказал прекратить Убивать детей Это всегда ужасное решение Мой отец не знал Насколько это больно Потерять ребенка Если бы знал То охотился бы за людьми Как хочу я Или он нашел бы значение этой боли Может это... Божья воля? Может это все его деяние? Бред Мы выйдем на поверхность И тогда я накажу тех Кто убил моих детей И начнешь вторую мировую Давай проясним Я хочу убить людей Я хочу наблюдать за их страданиями Хочу переломать им шеи Но нельзя убивать детей Они невинны Как наша Чара и Ази Ты доведешь меня до слез Если хочешь Будешь защищать их Если захочешь помочь им Но не бросай меня Ты мне нужна Ты мне тоже нужен Но если я увижу их без тебя Я вырву их души Клянусь Может однажды ты изменишься? На следующий день Лаборатория Гастера Эй, бро! Какой чудный день! Заткнись! Ты не видишь, что я работаю В отличие от тебя Всегда есть время на перерыв Если твой босс любит тебя Я твой босс Серьезно? Так даже лучше! Я тебя не люблю А еще ты не хочешь Чтобы Лили узнала Что ты не помнишь Когда ее день рождения И ваша годовщина И день святого Валентина Кстати У тебя есть дома коробка с подарками? Так... Что насчет повышения? Пошел отсюда! Так чем ты занимаешься? А, взгляни Я возродил цветок Под цветком Ты имеешь ввиду Эту вонючую гадость Маффет? Какой был смысл поливать его отбеливателем? Мы хотели убить этот сорняк, потому что он вонил, как старые носки, с прокисшим молоком и отчаянием! Ты меня вообще слушаешь? Я возродил этот цветок! Ты возродил цветок, который я хотел убить! Ты серьёзно не понимаешь? Погоди. Гастер. Ты же понимаешь, что заниматься с удовольствием и играть в бога — это разные вещи. Я... я просто... То, что ты возродил этот тупой цветок, не значит, что ты сможешь вернуть их к жизни. Я могу попытаться. Оживить чару невозможно, но у меня есть шанс оживить из Риэля. Если ещё раз скажешь слово «оживить», я тебя убью. Саймон, ты вообще понимаешь, что я хочу сделать? Ну давай, расскажи мне, как отменить смерть. Практически так же, как я создал Папируса. Я сформирую тело Азриэля и дам ему новую душу. Но как ты можешь быть уверен, что этот Азриэль не станет жалкой копией? Я дам ему его старую душу и прах. Я почти уверен, что это сработает. Должно сработать. Но где ты всё это достанешь? Вчера прошли поминки. Похоронили не только твою иллюзию и его тело, но и пепел вместе с остатками души. Я... Я забрал часть его души, пока он ещё был жив. Из густок пепла сразу после его смерти. Стой. Ты забрал часть души? Ещё живого существа? Я уже тогда знал, что он умрёт. По-другому было никак. То есть ты захотела живить его ещё тогда, когда он умирал? Да. Делай, что хочешь. Но не говори Тори или Азгору. Они уже успели настрадаться. Если ты провалишься, они сломаются, и тебя убьёт собственная совесть. Доверься мне. Я не могу провалиться. Азриэль мой племянник. Что? Нет, он был сыном Азгора, а ты ему не брат. Так он не твой племянник. Но Лили сестра Азгора, а я её муж, так что Азгор мой Шурин. Почти как настоящий брат. Да вы с Лилу развелись. Да не развелись мы, ясно? Если она прибежит в твоей объятии, когда ты придёшь увидеться с Леандером, я заберу свои слова назад и съем гору противного туфу. Ты дал своё слово. Ага, ага. Позже. Дом Лили. О? Как же так? Привет, знаю я рано, но... Лили, ты плакала? Газ. Я нашла альбом. И... И... Как же так? Как они могли умереть? Я понимаю, что не могла ничем помочь, но... Но всё же... Я тоже чувствую вину. Может, если бы я успел, прежде чем они пересекли барьер, по крайней мере, Азрель всё ещё был бы с нами. Я со стольким напортачил, испортил наши отношения. Не спас Азриэль, стал ужасным отцом. Я исчез на три года, а когда вернулся, Леандр даже не узнал меня. А Азриэль был со мной только над доктором Гастом. Но теперь твой сын любит тебя. И... И я люблю тебя. Я тебя тоже. Леандр здесь. Я разрешила ему посидеть дома несколько дней. Хорошо, Лю. Это правильно. Ему надо отдохнуть. Проходи. Минуту. Ладно? Надо позвонить кое-куда. Ммм, Санс. Если захочешь, можешь поужинать с нами. Вау, ты Мак, что ли? Она же меня ненавидит. Хех. Не знаю, стоит ли тебе принимать это приглашение. Почему? Здравствуйте, это Гастер Фелкор. Я хотел бы заказать два килограмма тофу. А? Где Санс? Ну, ему надо было бежать. Но так даже лучше. Мы можем поесть... Семейный ужин? Да. Семейный ужин. Лили, я... Я просто не понимаю, что происходит. Ты правда хочешь, чтобы я остался? Был твоим мужем. Я люблю тебя. Если... Прости за все, что я наговорила. Я была такой глупой. Леандеру нужно, чтобы его родители были вместе. Я твоя жена. Конечно, ты совершил много ошибок. Но я тоже. Я... Даже не извинилась. Я была такой глупой и... Видимо, я так сосредоточилась на своих проблемах, что... Забыла, что у тебя есть свои. Спасибо, что терпишь меня. Лили... Я обещал быть с тобой в горе и в радости. Каким бы ужасным мужем я был, если бы не поборолся за тебя. М? Теперь я чувствую, что все наладилось. Давай начнем сначала. Знаешь, это мне кое-что напоминает. Субтитры сделал DimaTorzok